Кириск еще мальчик. Неизвестно, будет ли он кормильцем и опорой рода. Только море ответит на этот вопрос. И Кириск отправляется в путь. Такой обряд инициации проходят все мужчины народа, живущего на берегу Охотского моря. Что за испытания готовят море мальчику и каким он вернется на берег тайно. Это первая постановка повести Чингизайт Матова «Пеги, пес, бегущий к краю моря» на сцене кукольного театра. Для нас этот спектакль важен, потому что это еще и обращение к замечательной великой литературе Чингизайт Матова. Для меня это важно даже не втройне, а в десятерне, потому что мне посчастливилось, я был знаком с Чингистарой Кулычем. Я был у него дома, я в свое время жил в Киргизии, во Фрунзе. И другой его роман «И дольше века длится день» мой папа, на тот момент режиссер русского драматического театра города Фрунзе, первым вообще поставил на сцене. В повествовании о жизни коренных народов берега Охотского моря гармонично вплетен миф и легенда. То, что настолько же являлось частью бытия героев, насколько и само море, сама охота и лодка. Аутентичное музыкальное сопровождение создает магический эффект. Спектакль Рязанского театра «Кукол» второй раз становится номинантом премии «Золотая маска». В 2014 году «И наказание» по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского попал в пять номинаций премии. Итоги «Золотой маски-2021» подведут в апреле. Но даже попасть в номинацию главной театральной премии страны – огромное достижение для любого театра, вне зависимости от его статуса. Марина Ковиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...